И сейчас мы возвращаемся к ситуации на Донбассе. Больницы в Донецке сейчас переполнены десятками раненых. После вчерашней массированы атаки украинских силовиков. Снаряды киевских силовиков, как это и бывает чаще всего, разрывались там, где нет и никогда не было позиции ополченцев. Но в этот раз снарядов было очень много. Масштаб разрушения в репортаже Алексея Баранова. Сильно стрелялось, ну очень сильно. Так мне попало вот это и мужу, и мне. Они до сих пор остаются в больницах. Раненые в ходе вчерашнего обстрела Донецка украинскими силовиками мирные жители. У всех людей исключительно минно-взрывная травма. Всем больным было произведено оперативное вмешательство. Кому-то это, скажем так, была мелкая амбулаторная операция по поводу удаления осколков или, допустим, обработки раны. В ходе массированного обстрела, который вели украинские вооруженные силы, только в Донецке и его окрестностях погибли 20 человек. Не менее 110 были ранены. За последние недели сегодня была, пожалуй, первая ночь, когда Донецк не обстреливался со стороны позиций украинских вооруженных сил. Это говорит о том, что ополчению удается держать ситуацию под контролем и не поддаваться на провокации ВСУ. Артиллерийские обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики практически по всей линии соприкосновения украинские силовики начали накануне. Огонь из крупнокалиберных орудий ввелся не менее 12 часов. Помимо столицы ДНР ударом подверглись Широкина, Маренко, Горловка и Янакиева. Что-то загорелось, дым целый, стекол нигде нет, дом разворотило, там всё. И чашку тоже. Всё, и чашку тоже. В этом районе под огонь ВСУ попало сразу несколько улиц. Вот воронка на перекрёстке. Пробоины от осколков повсюду. В этом доме едва не погибла целая семья. Улетел осколок, я вот здесь вот спала. Вот, насквозь стену всё. Все стёкла. Там в зале все стёкла, в спальне все стёкла. В соседнем дворе вообще нет ни одной непосечённой осколками постройки. В стенах дома пробоины. Обстрел с позиции ВСУ прекратился только под утро. Практически полностью уничтожены осколками сад, выбиты все окна. Таких дворов, серьёзно пострадавших сегодня от обстрелов украинских силовиков, на этой улице Янакиева сразу несколько. Самые ближайшие позиции ополчения находятся отсюда на расстоянии как минимум в 20 километров. Судя по характеру нанесённых жилым домам повреждений, это был явно не миномётный обстрел. У мины нет таких толщины металла. Поэтому предположительно, особенно площадь поражения, что это шапнель. Значит, снаряд взрывался в воздухе, просто осколки разлетались. А это уже многоэтажный жилой квартал. Здесь разрывы также разбудили жителей в первом часу ночи. В квартире на втором этаже убило 46-летнего мужчину. У неё развороченный живот там страшно. Тут очень большое липо стояло у нас по тени. И вот этот удар вот с той стороны. Основная сила вот эта пришлась на дерево на это. А к нам полетели осколки. Светлана показывает нам спальню, в которой её, прошедшей ночью, буквально засыпало стеклом. Осколок пробил окомную раму и вошёл в стену. Лицо иссечено. Глаза не задело по счастливой случайности. После первого вскочила, а второй, со второго полетела уже стёкла, всё пробило. А это Петровский район Донецка. Вокруг частные дома. Именно по ним накануне и стреляла крупнокалиберная украинская артиллерия. Либо гиацинт, либо мста стреляла, то есть 152-мм пушки. Гал без такого калибра нас нет. По данным разведки ДНР, под прикрытием этого массированного артобстрела украинские военные перебросили в Маринку и Красногоровку две танковых роты и около 300 военнослужащих. Кроме провокации, это попытаться захватить плацдарм для дальнейшего наступления на город. Главой республики принято решение однозначно. Вопрос стараться решать мирным путём. Несмотря на столь вопиющие факты нарушения Украины и Минских соглашений, ДНР наступательных действий не планирует и не собирается возвращать на прежние позиции отведённую тяжёлую артиллерию и бронетехнику. Алексей Баранов, Андрей Руденко, Олег Головчанский, Олег Бондаренко и Евгений Тарасов. Вести. Донбасс.